Перешли в новую финансовую реальность. В областном правительстве сегодня впервые представили проект бюджета. Подробный документ на 2016 год и трехлетний план прогноз на будущее. Общая установка даже в режиме экономии Самарской области должна развиваться. Кроме того, бюджет, как и прежде, имеет ярко выраженную социальную направленность. Обо всем подробнее в первом материале выпуска. Бюджет 2016 основан на базовом социально-экономическом прогнозе Самарской области. И это уже неплохая новость. По нему, в отличие от консервативного сценария, совокупный объем финансовых ресурсов, сформированных в губернии, превысит уровень прошлого и нынешнего годов. Да, санкции влияют на развитие экономики страны, но бюджеты регионов все же меньше зависимы от внешних факторов. Предварительно параметры областной казны выглядят так. Доходы около 118 миллиардов, расходы 123,7 миллиарда, дефицит 5,6 миллиарда рублей. В целом, несмотря на жесткие ограничения, в областном бюджете предусмотрены все виды бюджетных ассигнований для обеспечения жизнедеятельности области в 2016 году и плановом периоде. В отличие от федеральных коллег, областной Минфин дает традиционный трехлетний план-прогноз. Согласно ему, к 2018 году показатель дефицита снизится всего до 220 миллионов. С наполняемостью, судя по этому году, проблем быть не должно. Основные налоги граждане платят исправно. Будет активизирована работа по сбору средств со всевозможных акцизов. Самарская область будет продолжать получать средства по линии федеральных программ. Это прежде всего касается объектов Чемпионата мира по футболу. Показатели госдолга области также не превышают нормативных значений. Приоритеты по расходам уже определены, и это прежде всего социальная сфера – здравоохранение, образование, спорт, культура. Эти направления получат более 66% средств от общего объема расходов. Всего более 82 миллиардов. Предусмотрены средства на повышение заработной платы врачам, педагогам, соцработникам и многим другим в рамках исполнения майских указов президента. Проектом бюджета также предусмотрено финансирование 39 госпрограмм. Сохраняются и бюджетные дотации для муниципалитетов. Это чуть далеко не последний разговор. В Думе будет достаточно напряженная обстановка. Не до конца еще слово свое сказал губернатор. Нет еще решения по многим вопросам по федеральным направлениям. Там тоже будут изменения. Поэтому это первый проект, который как рабочий вариант мы принимаем, вносим в Думу и над ним вместе с Уберновской Думой начинаем работать дальше. Представленный сегодня документ конкретное очертание приобретет к концу месяца. Министерство дорабатывает свои предложения, замечания и просьбы. К 1 ноября по закону бюджет должен быть представлен на рассмотрение областного парламента. Евгений Долгих, Алексей Вельмискин. Новости губернии.